Это все-таки в значительной степени экшен получается, Ленка? Это приключенческая картина. Это приключенческая картина. Там очень много и погонь есть, и... Полный метр в первые сорок, по-моему, восемь минут, первые пятьдесят минут. Это прямо сплошной экшен. Там две секунды дать передохнуть просто зрителю, услышать несколько человеческих фраз, и опять это начало боя, опять это какие-то... То есть лирической линии там почти нет? Лирические линии наступают во второй части картины. А кто Меледи, кстати? Меледи играет Екатерина Вилкова. Ага. Что это было? Это было что-то. Не описать. Все девушки великолепнейше выглядели в этой картине, а все девушки неожиданные, непривычные, передающие каждый свой женский характер. Королева, до последнего держащая какое-то лицо, и через это все равно прорывающая женское. Констанция, которая искренне влюблена, вот становится постепенной влюблена, но она настолько чиста, что она делает все для нравящейся и любящей ею людей от чистого сердца и влюбляющегося в великолепного, отчаянного, хулиганистого, абсолютно обезьяновидного, и при этом просто ангелоподобного Д'Артаньяна, который играет Риналь Мухаммедов, который был не догнать на лошади, не обыграть... А вы без каскадеров работали? С каскадерской, очень сильной русской и чешской группой каскадеров, но... Почему чешской? Потому что мы снимали очень многое в Чехии, потому что... Из-за архитектуры, то есть... Из-за архитектуры, из-за профессионального подхода к декорациям, реквизиту... Ну и дешевле, чем во Франции, я думаю. Дешевле, чем во Франции, во многом дешевле, надо сказать, чем в России. И, конечно, качество всего, что относится к средневековью, у них в разы лучше. То есть кареты, когда ты смотришь, ты не видишь своим глазам. Вот работа художников-реквизиторов, художников-постановщиков. Сцена финального ужина, чуть-чуть открою тайну, финального ужина, Атоса и Миледи, когда они встречаются перед ее казнью, выставлен стол, который поразил. Группа остановилась и смотрела на то, как художник-реквизитор выставил стол, потому что там были осенние композиции из еды, орехов, ягод осенних, каких-то птиц, фазанов. Это было художество. То есть не то, что мы из того, что есть, пытаемся более или менее оправдать картинку. Ничего подобного. Просто арт, какое-то ощущение всего, что происходило. Арт-ощущение вот этой картинки. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельника по четверг в 19.30 С понедельника по четверг в 19.30 Продолжение следует. Продолжение следует...